Здравствуйте, уважаемые читатели телеграм-канала Кавказское бюро. Сегодня у нас в гостях в рамках проекта заседания Кавбюро Алексей Наумов. Эксперт Российского совета по международным делам, заместитель руководителя отдела внешней политики издательского дома «Коммерсант». Алексей, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что приняли наше приглашение. Для нас это большая честь. Мы, наверное, сразу перейдем к нашим вопросам. Как все мы знаем, вы недавно побывали в Азербайджане. Не могли бы вы, пожалуйста, вкратце поделиться вашими впечатлениями о стране в целом и, в частности, о посещении недавно освобожденных территорий? Ну, я не первый раз был в Азербайджане, не первый раз был в Баку. И впечатление, ну, ожидаемо хорошее, да? Страна развивается, и даже каждый год можно приезжать и видеть что-то новое. Сейчас я видел огромное здание, которое похоже на какое-то полу-яйцо, которое обращено Каспийскому морю, должно встречать рассвет вместе с ним. Вау. Страна ликует, страна празднует до сих пор надписи «Карабах, Азербайджан», наверное, самая популярная надпись сейчас в Азербайджане. Это такая часть азербайджанского менталитета, когда на любую ситуацию говорят «все будет хорошо». Иншаллах. Да, иншаллах, все будет хорошо. На ваш взгляд, насколько это действительно так? Действительно ли для Армении тоже будут определенные, скажем так, моменты, которые позволят в дальнейшем процветать, что регион в целом будет более стабильным и процветающим? Как вы можете оценить эту ситуацию? То есть постконфликтного регулирования с точки зрения экономики, в частности, то, насколько это выгодно будет Армении? Безусловно, регулирование пойдет на пользу всем. Урегулирование необходимо. Но, знаете, это такие слова «хорошо бы жить в мире и хорошо бы никогда не воевать». Но посмотрим, что будет дальше. Во многом, конечно, это зависит от Армении и от руководства Азербайджана, поскольку интеграция земель обратно в Азербайджан предполагает и интеграцию, в частности, людей, жителей, которые хотят или захотят, или захотят в будущем остаться, да. На ваш взгляд, какова роль русской общины и русского языка в Азербайджане на сегодняшний день? Откоязычная община и русский язык, и русскоязычный, скажем так, сектор позволяют Азербайджану сохранять важную часть своей идентичности. Зачастую мы очень часто слышим от российских экспертов, и не только от российских, от зарубежных в том числе, о том, что Турция в Закавказье, особенно в Карабахе, является угрозой для России, для безопасности России, особенно на южных рубежах. Турция, вопреки позиции многих, мне кажется, не очень информированных, агрессивных турбопатриотов, не является для России цивилизационной угрозой или цивилизационным конкурентом. Дело в том, что Турция важна для России, вот почему. Турция и Россия взаимно признают сферы интересов внешнеполитических и сферы влияния, можно сказать, друг друга. Запад не признает сферы влияния России, и Запад не признает сферы влияния Турции, потому что он вообще не признает сферы влияния, кроме разве что своей. Говорят, Запад, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, конечно же. Первый ролик очень хорошо. Размещение миротворцев спасло армян Карабаха от масштабного гуманитарного кризиса и спасло Азербайджан от, во-первых, вала, шквала обвинений в этнических чистках, в проблеме того, что делать с десятками тысяч местных армянского населения, и от жесточайших санкций, которые бы последовали, если бы эта ситуация вышла из-под контроля, а она, скорее всего, вышла, потому что ситуации такого масштаба из-под контроля обычно выходят всегда. Спасибо вам большое. С вами действительно очень интересно разговаривать. Ваше мнение относительно, в целом, как Карабахского конфликта и ваша профессиональная деятельность, она всегда нас очень сильно интересует, потому что нам интересно всегда наблюдать за вами и восхищаться вашим мнением. Это действительно особый взгляд на разные истории, на разные ситуации. Еще раз благодарим вас, что приняли наше приглашение. Спасибо. Спасибо вам. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok